Добрый день, Сергей. Откуда вы к нам прибыли? Я не знаю, насколько масштабен вопрос. Вообще, в Тюмень я приехал ровно год назад из Северного Казахстана, из города Кустанай. Сергей, вы стали 400-м участником нашей группы ВКонтакте Евразион ТВ. Мы вас с этим поздравляем. И хотелось бы узнать, в комментарии прочитали, что вы наш коллега. Где вы работаете, в каком издании, в каком жанре? Спасибо за поздравление. Я работаю даже журналистом в «Аргументах и фактах», а и в Западной Сибири, то есть региональное приложение к федеральной газете. Там работаю практически во всех жанрах, от интервью до репортажа, новостной заметки. Все, что угодно, все, что пишется, я пишу. В своей работе, Сергей, когда-нибудь приходилось сталкиваться с Тюменьским государственным университетом? Может быть, брали интервью у студентов, у преподавательского состава, у администрации? Да, приходилось сталкиваться. Памятное интервью, наверное, одно из самых памятных в Тюмени. Это Владимир Богомяков, замечательный профессор кафедры политологии. Очень четко рассуждающий, очень оригинальный философ, отличный блогер. Ну, еще могу назвать несколько человек, с которыми мне просто понравилось общаться. Это тоже философы, Щербинин, молодой философ Алексей Иванов. Замечательные люди. Прекрасно было найти в Тюмени таких думающих, оригинальных людей. Я знаю, что Вы присутствовали на последней битве эрудитов, тюменских студентов, студенцев нашего университета. Какое впечатление произвела на Вас эта битва, и хотели бы Вы сами в ней поучаствовать? Ну, там бились не только Ваши студенты, там билась и команда аргументов и фактов, за которые, к сожалению, я не смог выступить из-за срочно возникших дел. Ну, впечатление прекрасное, отличный проект, отличная игра, очень сильные участники. На это было очень приятно смотреть, и, к сожалению, я не смог принять участие, но, надеюсь, когда-нибудь все-таки сделаю это, надеюсь, и эффективно. Сергей, я знаю, что Вы окончили Кустанайский государственный университет, биологический факультет. Когда-нибудь приходилось работать по специальности или сразу попали в журналистику? Ну, сначала я попал в журналистику, а потом приходилось, скажем так, совмещать с преподавательской работой. Тоже мне очень понравилось, поэтому университетская среда мне не чужда. Сергей, ну, мне очень приятно, что нашим победителем стал представитель нашей же профессии, журналист, и мы вручаем Вам Ваши честно выигранные 400 рублей. Благодарю. Если честно, скажем так, не ожидал, вступая в группу, просто по инерции, после битвы эрудитов, зашел, решил присоединиться к подписчикам этого паблика ВКонтакте. Сергей, а на что потратите свой гонорар? Я думаю, на чай и печеньки, чтобы отметить за друзьями этот замечательный факт, что я стал 400-м подписчиком группы Евразион ТВ. Спасибо.